привет из беларуси давайте проверим что у нас растет на подоконниках вот у меня смотрите 4 этажа на верхнем этаже пока поставлены растения проращивания многолетники гвоздика на втором этаже вот в одном ряду у меня тут петуния она еще такая не проросла конечно но семена набухли уже пропал желтый цвет побелели то есть верхние уже свой оболочки расстоялся скоро прорастут тут тоже влезли еще многолетнички и вот вербена давайте ее рассмотрим подробнее значит сегодня у нас я записываю 27 вербена была посеяна 20 вот смотрите уже и всходы появились вроде всходит неплохо видно да что вот рядочками так что я с ней делала собственно говоря ничего вот на седьмой день ну проветривала конечно на седьмой день я стараюсь вот когда начинает она прорастать оставлять вот такие для вентиляции небольшие отверстия ну даже и и можно сказать что и большие то чтобы она проветривалась и все путь прорастает как только процентов где-то 70-80 зайдет можно будет пленку снять вообще виола виола взошла хорошо но сильно вытянулась конечно очень мало на солнечных дней как видите да не снежинки ни морозика никакого солнца нет совершенно вот тут тоже еще петуния но петуния не всходит вот петуния посев а 22 еще не всходит а тут еще вот на нижней полочке ящичек еще свербены тоже видите она у меня уже проветривается и тоже видны всходы хорошие такие дружные всходы так что вербена совсем не страшная культура и всходит быстро и дружно и не требует особых пляс и еще один подоконник тоже он у меня как видите трехэтажный трехэтажный вот верхний этаж тут на проращивание стоит все вот второй этаж еще даже места есть макантные и третий этаж сам подоконник вот с помощью таких этажей рак у меня увеличена площадь моих окон и подоконников во много раз можно несколько тысяч растений вместить таким вот это вот бегония посев от 4 января бегония и взошла неплохо и уже вот первый настоящий лист выпустила в общем бегония неплохо растет в этом году ну конечно посев мелкий ну это такое растение но я как-то уже с ней подружилась тут у меня немножко еще череночков это у нас пиларгония плющилистная тут у меня вот экспериментальные тоже черенки бегонии клубневой желтой вот это как раз не открою это как раз того куста красивого желтой махровой бегонии который у меня часто снимался видео он решил заснуть а я решила вот из этих веток которые он уже собирался сбросить нарезать черенков не знаю что получится вот есть уже такие какие-то и пожелтевшие листья а есть и черенки которые стоят и неплохо они были немножко такие подвявшие но я их посадили решила а вдруг пусть сидят пока тоже вот сидят они вторую неделю и не еще немножко черенков тоже поставила это моя бегония махровая вечно цветущая ну вот она все таки надо и проветривать лучнистая роса но это не с молодых это со старых растений молодые все здоровые ну и на второй полочке тут проращивается многолетники гацания гацания неплохая несмотря на то что мало-мало ей солнца ну а такая крепкая уже по-настоящему листу выпустила и ампельная петуния зашла очень хорошо ампельная петуния можете видеть сами всего только пустых осталось и 127 ячеек ну и вот наверное уже и не зайдет вот то что взошло это посев от 13 января принципе вот две недели ничего не хочу сказать не обижаюсь я на ампельную петунию хотя у меня семена есть и прошлогодние и свежие но конечно зашла вот сами можете посчитать значит 7 ячейки 120 это ну будем так примерно про 94 процентов сложности в общем это очень хороший процент из многолетников 1 стала сходить гвоздика сегодня 27 января а посев от 22 вот в тот же день как я и получила я ее посела в кассетку 120 и вот уже наметились первые всходы присыпала тоненьким тоненьким слоем и сразу на свет и под подсветку вот она уже и сходит бегония сорт illumination это бегония клубневая ампельная первый раз я посеяла скоро выйдет ролик об эксперименте с эпином который уже подошел к концу прошло 6 недель и пора бегонию пикировать чем я буду вот заниматься на днях конечно растение маленькие совсем но уже все таки можно как-то вот взять в руку вот смотрите ручка у меня уже листики развелись постараюсь все попикировать в одну кассету 120 даже если место будет не хватать то по две штучки в ячейки пока растения такие маленькие им места хватит зато займет кассета примерно столько же места сколько эти две бложки ну вот пока у меня такие вести с подоконника а как у вас дела пишите но мне пора прощаться до свидания надеюсь до скорого